Здравствуйте, я Оля, свекла арт, и сегодня я предлагаю нарисовать пейзаж зимний, зимой, с домиком, с красивым сочетанием цветов. И я для этого приготовила уже бумагу. Для сегодняшнего пейзажа, для сегодняшнего сюжета буду использовать вот такую бумагу от Баохонг. Это 50% хлопка, плотность у нее 200 грамм на квадратный метр. Ну, довольно-таки тонковатая бумага, но я ее сейчас закреплю малярным скотчем и буду спокойно рисовать. Формат почти квадратный. Обычно рисую пейзажи, я почти не делаю карандашного рисунка, но сегодня речь пойдет о домике. Домик это архитектурный элемент, он должен быть ровненький, красивенький, законам архитектуры подчиняться. Поэтому я сделаю карандашный набросок легонькими, такими легонькими линиями. Здесь нет линии горизонта. Обычно я начинаю с линии горизонта, но у меня здесь ее не будет, она где-то там за пределами картины. А домик будет находиться вот здесь, это моя линия снега. До сих пор пусть будет домик до сих пор. Вот-вот-вот до сюда. Его вершинка будет на третьей части. А часть крыши пусть уходит за пределы работы. Все, я наметила домик, я наметила стволы основные, то, что там лес на заднем плане, то, что какие-то ветки. Естественно, я это прорисовывать все не буду. Я отметила только основные элементы. Самое главное, собственно, ради чего я карандаш взяла в руки, чтобы прорисовать домик. Потому что его сложно сразу ровненько нарисовать красками и выделить для него место. Далее мы будем работать уже цветом. Основная гамма тут такая синяя-коричневатая. У меня будет контрастировать два цвета. Это теплый, коричневый и холодный синий. Поэтому можно для интереса поработать по сырому. То есть, несмотря на то, что это не полностью хлопок, его залить водой. Дальше сделать пятно теплое, сделать пятно холодное. Только опять же следить, чтобы вот этот коричнево-теплый с синим не смешался сразу, потому что у нас получат зеленоватые оттенки. И оставить какие-то кромки белого снега. Можно работать по сухому, это будет проще, но возможно не столь живописно. Давайте все-таки попробуем по сырому сегодня поработать. Единственный какой момент, когда мы будем работать по сырому и заливать какие-то синеватые такие моменты на заднем плане и на переднем, собственно, тоже. Нам нужно будет сразу вымокнуть части, где выйдут чисто белые цвета. Самый светлый, самый белый у нас идет вот в этой части крыши, а также белый, контрастирующий с домиком. Поэтому, когда я намочу весь лист, вот здесь я промокну, чтобы у меня вот этот белый точно не залился. На мой взгляд, хорошо здесь подойдут цвета, такие как ультрамарин, розовый или розовый хинокридон, или карминовая. Что тот, что другой с ультрамарином дают чудесные фиолетовые оттенки. Ну и сам домик какие-то теплые цвета, а также снег, где охристый он такой, поэтому мы можем взять, чтобы уже не намешивать никаких других, желтый, кадмий желтый, например, или кадмий он фри, вот он дает сероватый такой оттенок, где нам нужно. С розовым он даст оранжеватый оттенок, тоже что нам нужно. Или взять, вот мне прям просится здесь сиена натуральная, сиена натуральная, только хорошего качества, чтобы она была прозрачная. Либо же намешать, вот почти такой же цвет получается из кадмия желтого и карминовой. Но тут надо быть аккуратным, чтобы он был не оранжевый, а тогда слегка подмешать синевато, чтобы он все-таки уходил в коричневый цвет. Можно добавить журную сиену сюда, такой золотой домик будет. И кое-где также стволы деревьев у нас будут такими оранжеватыми цветами. Поэтому у нас три основных цвета, это синий, желтый, красный. В данном случае синий, коричнево-желтый и розовый. И вот можно такими цветами полностью выполнить эту работу. Сейчас я возьму флейц и полностью увлажню мой лист. Не забываю, что он у меня тоненький, 200 грамм на квадратный метр, поэтому скорее всего его поведет. Поэтому надо будет быстренько работать. Приготовлю салфетку, приготовлю тоненькую тряпочку, чтобы сразу, если что, вот это место и вот это место мне немножечко осушить. А потом уже работать по-сырому. Я хочу пятно оранжевое, пусть оно куда-то уплывет немножечко, как-то пустится в снег, отблески от домика. И пятнышки такие синеватые. Флейцам очень удобно увлажнять. Он берет сразу много поверхности бумаги. Видите, как сразу она пошла волной. Все долго не буду ее промокать. Не надо, чтобы сильно она у меня уходила в лист. Возьму кисточку потолще. Сейчас это удобно делать, чтобы у меня поверхность большая сразу окрашивалась, заливалась сиеной. Смотрите, какая она красивущая. Сиеной, изжженой сиеной. Натуральный изжженый. Я так хотела осушить чуть-чуть, кстати говоря, да. Это можно сделать отжатым флейцем тоже. То есть вот эту часть я вымакиваю. У меня не будет сразу такой большой прям белый его контраст. Ну, в общем-то, и ничего страшного. И начинаю вот так вот домик заливать. Так, у меня там примерно до сюда он идет. Где-то сразу беру затемнение. Смотрю на натуру и сразу же могу какие-то вещи затемнить. Они разойдутся по-сырому. На стекло пусть затекает, ничего страшного. Но потом все-таки момент этот надо будет убрать. Так, и вот так, смотрите, я сделаю. Пусть где-то пятнышки у нас... Здесь уже, кстати говоря, высохло. На снегу будут охристые. И продолжаю работать синеватыми оттенками. Не смешивая сильно с желтыми. Получится зеленоватый. Ну, если здесь зеленоватый, получится ничего страшного. У нас же там деревья. А вот на дом зеленых не надо. Беру ультрамарин. Так, беру чуть-чуть кармина. И начинаю делать всполохи. Кстати, знаете, к ультрамарину можно немножечко просто голубой добавить. Снег будет холоднее, но интереснее по цвету. И вот так смотрю, как у нас сугробы себя ведут. Добавляю всполохи. Сиена натуральная, с розовой, дадут такой теплый оттенок. Его тоже можно пустить на наши снежные вещи. Больше розовенького вдаль. Там он не видится в снегу. Здесь больше желта. Край сугроба я не трогаю. Какие-то проблески тоже снежные, розоватые. Пусть будут и там. Тем более с синим они дадут красивые фиолетовые оттенки. Продолжаю работать синим. Ультрамаринчик, голубая. И вот поехали вот сюда. Домик у нас тени отбрасывает. Дальние дали там у нас. Белый снег на крыше я стараюсь не захватывать. Здесь у нас не сильно уже такой насыщенный ультрамарин. Можно добавить сюда уже розового с желтым, синим наш, чтобы приглушить цвет. Но чтобы он не стал у нас прям таким зеленым. Каким-то таким, вот таким. И там у нас деревья растут. Здесь все высохло. Так, надо работать быстро. Если мы не хотим гуашь использовать для белых шапок снежных, надо кое-где протирать. Если у нас в планах гуашь, что в общем-то неплохо для этой работы будет, то можно не заморачиваться. Ну, давайте сразу протру гуашевые шапки большие, чтобы не рисовать. Если рисуете на хлопке, можно сильно не торопиться. Он так быстро не высыхает, как моя бумага. У меня она махом раз, вот здесь уже все сухое. Смотрю форму шапок. Она у меня не везде вот так вот елочкой, прям как к заборчикам. Где-то вот у меня они идут такими неровностями. Ну, в общем-то, можно вторым слоем будет это все подправить. Ну, в общем-то, все пока. Трогать не буду, это такая основа у нас первая заливка. Только вот здесь вот уже все высохло, а у нас на заборчике в домике лежит снег. Да, кстати, крышу домика можно затонировать чуть-чуть. Розоватый. Розоватый, желтоватый. Оттеним. И голубая все даже нужно. Чистая белоснежная крыша. Все, пусть высыхает. Ну что ж, у нас высох первый слой. Посмотрите, покоробился немножечко, как и предполагалось. Ну, даже если что-то у нас деформировалось, потом можно высушить. Вот скотч как раз-таки малярный помогает. И, кстати говоря, скотч имеет свойство, если у нас очень была влажная работа и сохнет вот в таком состоянии, отклеивается. Поэтому я, когда сушу, я переворачиваю работу и хорошо бы сюда что-то еще подставить, положить вернее сверху. Тогда она будет вообще идеально прямая. Ну, в общем-то, это не страшно. Любую работу, если тем более она выполнена на хорошей бумаге, можно выпрямить потом до идеального состояния. Как это сделать, я уже показывала в своих видео. Можно найти на моем канале YouTube. Так, сейчас это выглядит очень абстрактно. Такое какое-то теплое пятно и холодное пятно. Поэтому мы будем сейчас уточнять, и картина начнет преображаться. Там, где белые такие шапки снега, мы будем оставлять место, чтобы, если нужна гуашь, то она здесь использовалась по минимуму. Тогда работа будет очень такой живой и очень воздушной. Начну я, пожалуй, с домика. Когда будет готов домик, потом уже уточню немножечко деревья и передний план. Цвета мы все те же самые используем. Напомню, это у нас сиена натуральная, сиена жженая, ультрамарин. Сюда голубой немножко добавляла и карминовая. Кармин. Вот это все цвета, которые сегодня нам нужны. Увлажнять полностью работу уже не буду. Работать буду по сухому или частично увлажненной бумаге. Средней кисточкой. Какой-нибудь вот такой, например. Так как у нас день, снежный день, окошки светящиеся делать довольно сложно. Ну, давайте попробуем. Вот это окно у нас будет светиться. А вот эти будут темные. Здесь у нас каминная труба. Ее тоже надо будет сейчас выделить. Поэтому работаю сейчас так же от светлого к темному. Такими вот более, чуть-чуть более насыщенными коричневатыми оттенками. Хотя давайте, наверное, вот это пусть светится окно. Оно у нас тут более такое светленькое. Пусть оно будет светлым. А эти два темные. Ну, окнам немножечко попозже. Давайте займемся домом. Жженая сиена. А у меня она такая вот золотистая. Прямо у разных производителей она бывает разная. У меня вот она такая сильно золотистая. Хочется добавить темноты. Поэтому давайте я Жжену Умбру добавлю. Жженая Умбра, она более коричневая. Вот это основные наши цвета. Сейчас все равно придется где-то подмешать. Ну, кстати говоря, ну, кроме, наверное, Индиго и Жженой Умбра, либо Сепи, сюда больше ничего не понадобится. Вот здесь вот шапка снега, поэтому я ее аккуратненько обхожу. Труба кирпичной кладки. Поэтому я сейчас ее полностью залью. А когда просохнет, буду делать уточняющие штрихи, которые позволят угадать в ней вот эту самую кирпичную кладку. Будет классно, обещаю. И просто. Я залила практически одним цветом. Так, у нас докуда она? Карандаш мой почти уже не видит. По-моему, вот до сюда. Залила сейчас и оставила. Можно, кстати, заливать не таким прям однотонным слоем. Вот здесь вот сделаю посветлее. Ближе к снегу. Затемнение. Сейчас краска на влажной бумаге еще будет сюда затекать. Ну, мы будем ей помогать. Что я делаю сейчас, кстати? Кисточку я смочила, отжала об тряпочку и краску убрала. Не до сухого, ну вот так вот. Ну, продолжаю. Дальше здесь снег придется на трубе дорисовать гуашью. Там у меня совсем нет белого. Да, здесь у меня как раз-таки жженая умбра хорошую роль сыграет. Так, во-первых, под снежной шапкой затемнение. Давайте сейчас я обрисую трубу. Дымоход, он идет вот таким образом здесь. Немножко вот себе выделю, потому что карандаш совсем не угадывается уже. Где он у меня тут заканчивается, не видно. Но в любом случае дымоход, он отбрасывает тень. Поэтому вот сюда у нас будет затемнение. Чтобы не было четкого края, я вот так вот на воду ушла и полусухой кисточкой расштриховала. Видите, сразу он у нас с одной стороны на передний план вышел. С другой стороны немножко тоже это сделаю. Так он будет прямо идти у нас. Можно здесь его поменьше оттенить. Источник света все-таки так вот куда он? Он как-то практически прямо идет. Для интереса пусть здесь поменьше будет тень. Если у вас целлюлозная бумага, надо быть внимательным. Любая целлюлоза даст работать так вот спокойно вторым слоем. Первым может раниться. Но такая целлюлоза как Баохонг, например, она у нас спокойно вот так же точно дает работать. Это Баохонг 50% хлопка. Он ведет себя практически как хлопковая бумага. Я не пробовала на ней работать полностью смачивая лист, чтобы лист был с двух сторон смочен, как вот прекрасно себя хлопок ведет. Но вот как видите, вот в такой технике, то у нас без проблем все получается. Так, дальше. Я все-таки хочу взять какой-то холодноватый. Давайте попробуем индиго. И вот если индиго с коричневым смешаю, получится вот чуть-чуть зеленее. Хотя, в принципе, можно и такое взять. Главное, чтобы зелени не было. С жены умброй дает, а вот если я возьму уже женную сиену, будет зеленый. Поэтому я беру немножечко индиго и немножечко нашей жены умбры, которая была в домике. Можно предварительно, чтобы точно не было никаких стыков, сначала смочить, провести вот здесь вот влажную такую, влажный запас сделать. Но мне не страшно, что у меня будет стык. Я вот так вот смело провела и тут же чуть-чуть границу смягчила. Это козырек, и он у нас идет и на дымоход, и на все остальное, то есть на весь дом и на дом. И на дымоход, и я вот так его провела. Так, выделила. И с другой стороны то же самое возьму побольше, только коричневого. Сделаю то же самое. Так, дальше продолжаем разговор. Окно. Тот же самый индиго я возьму. Не в чистом виде, мне не надо, чтобы он был сильно прям такой холодный, не сильно темный. Где-то окно бликует. Поэтому вот так аккуратненько. Около рамы стекло может быть затемненное, потому что оно немного углублено туда. Втоплено как будто бы немного, поэтому рамы наши бросают, не рамы, вот эти, как под наличники, что ли, или как оно называется, откосы, они отбрасывают тень. На референции нет этого, но мне захотелось разнообразить. Так, смотрите, высохла труба, давайте сразу ее уточним. Возьму кисточку потоньше, красочку погуще, а или возьму эту же, которую использовала сейчас для теневых вещей. И вот здесь, вот так вот, видите, как удобно, что у меня на планшете прикреплена работа. Вот так вот я кирпичную кладку покажу. Она не будет вся прям такая четкая, но по большей части. Где-то прерывается, возможно. Смотрите, как классно получается. Так, прям по-настоящему. Верхнюю часть трубы можно сделать поболее такой выделенной. Не идеальной, где-то какие-то штрешочки, возможно, попадаются. Также точно можно будет сделать, выделить и дом. То есть вот сюда кирпичную кладку продолжить и какие-то еще моменты на наш сам дом деревянный. Вон, где-то какие-то досочки, что-то вот такое. Ну, кстати, вот здесь вот кирпич, что не особо видим на референции. Ну, можно будет его показать, в общем-то. Здесь такой неровности я изобразила. Ну, чтобы не было все это выглажено, вылизано, все это должно быть очень настоящее. Ну, в общем, какая-то такая фантазийная тут вещь. Пусть будет. Тем более, у меня, в общем-то, окно сюда уехало. Пусть визуально оно приблизится влево немного. И дальше. Окно надо затемнить. Краска ушла. Просохла уже. Поэтому я набираю еще индиго. И тут, возможно, еще поиграть с перекладинами, а с рамой. Пусть это окно будет такой старой раме. Вот здесь перекладинка. И еще одна. И еще одна. Ему простор для воображения. Все, дальше идем. Можно, кстати, тут взять... Да, давайте возьмем кисточку плоскую. Когда мы рисуем архитектурные объекты, очень удобно работать плоскими кистями. Потолще, потоньше. То есть какие-то вещи... Они сами рисуют эти кисточки. Давайте попробуем. Жены Умбра. Жены Умбра. Затемняет у нас. Отделяем часть дома самого от крыши. Она на референции идет, затемненная. То есть там какой-то такой стык хорошо видный. Ну, трубу не трогаем. Дымоход, точнее. Дымоход у нас не тронутый остается. Можно еще сильнее вот тут выделить. а здесь мат Конец 9 2 с 7 С верхнюю часть пока оставлю идем дальше эта часть она у нас такого полосатенькая но сначала также проработаю окошечко тем же индиго видите плоская кисть веду и сразу окно готово какой у нас там был это по длине по ширине примерно такой наверное так это окно я хотела сделать светящимся поэтому будет рама рама нижняя часть рамы так будет серединка рамы и все на свет нужно оставить но чуть-чуть все таки возиться она приглушится значит что мы сделаем вот сложно без референции конечно рисовать мне нужно придумывать как она будет выглядеть если там горит свет когда у нас референс проще не придумаешь мы отражаем то что видимо вот когда референция нет приходится вспоминать а как же она в жизни тогда выглядит мне кажется что как-то так могу ошибаться конечно белым она точно не все это поэтапно затемняем прорабатываем такая неспешная довольно кропотливая работа в отличие от первого слоя когда мы кистью махнули и нарисовали пол картины здесь уже у нас другая задача и другая история соответственно в каждом из этапов есть свои прелести своих плюсы так ну что с работа с домиком почти завершена здесь будет заборчик но я его буду прорисовывать когда все это просохнет поэтому пусть подсохнет потом свежим взглядом еще гляну что в домике сделать ну а пока можно поработать с дальним планом ну что ж продолжаем работать зимним сюжетом домик практически готов осталось передний план задний план поэтому сейчас я буду прорабатывать задний план и на переднем плане в конце будем рисовать деревни деревья со снежными лапами так ну давайте все таки заднего плана сейчас при помощи заднего плана у нас выйдет на передней еще и где-то белая крыша снежная дома а вот здесь вот надо показать намек на лес поэтому я этот наш самый намек который должен быть больше даже в расфокусе чем в фокусе буду рисовать по сырому поэтому частично увлажняю сейчас бумагу не затрагивая вот это место здесь у меня будут передний план и вот это ель расти заснеженная поэтому аккуратненько хоть и не хлопок но смотрите-ка я его вот так вот помучусь сейчас и при помощи индиго который я уже использовала и при помощи ультрамарина который тоже уже использовала вот здесь намечаю здесь у нас вообще план такой голубоватый в конце я делаю намеки этот заборчик убираю делаю еще намеки там елочный массив когда там мы его не прорисовываем а лишь намеки делаем сюда это затемняется обхожу крышу заснеженная весь у нас снег лежит тонким слоем не очень похоже на конечно на елке на заднем плане но если мы будем прорисовать каждую елочку во первых уйдет две недели а во вторых это ни к чему поскольку это задний план мне не надо чтобы там каждую елку можно было рассмотреть не надо лишь сделать фон но немножко где-то если очень хочется можно чуть-чуть кое-где кое-где елочки которые у нас ближе к нам намекнуть просто намекнуть не прорисовать по сырому чем ближе тем они будут четче чем дальше от нас тем соответственно более размытые даже слишком четко отказала получилось но теперь сделаешь тут ничего не поделаешь с этим так и всполохи еловые всполохи ну и передний план самый важный это наша большая елка которая вот здесь будет располагаться здесь тоже с этой стороны будет это будет только намеком а эту мы прорисуем важно понимать я не прорисовывала белые шляпы белые шапки снега поэтому важно понимать где они будут а если очень сложно как мне сейчас понять то я их немножко полупрозрачно самые основные выделю шляпы снега они довольно четко очерчены а между ними довольно темное пространство мне не страшно сейчас их вот так контуром прорисовать все остальное заливаю заливать буду тем же индигом и здесь возможно капельку сиены понадобится чтобы зелена были так не там не надо забывать при то что есть ствол и он смотрится здесь красновато оранжевым поэтому я беру свою жену умбру и кое-где добавляю тут же вкрапление вот этого ствола иначе потом он никуда не внедрится вот под снегом у нас чаще всего темнение снег же тоже отбрасывает свой 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 тень свою тень ну вот рисовать вот сейчас довольно сложно поэтому если совсем не получится то можно потом гуаши добавить белые снежные шапки а если мало практики и сноровки то может не получиться этот момент он довольно непростой это нормально если не получится это нормально всегда можно исправить при помощи гуаши снег вообще легко рисовать использую гуашь не ругать себя то что что-то не получилось так не забывай опять же где у меня идет центральная часть вот она идет двигаться от нее где-то намеки на веточки вот смотрите видите потихонечку прорисовывается верхняя часть снега которая лежит она у нас всегда довольно ровная то есть шапка верхняя сугроба вот этого лежащего на веточке она ровненько все что идет под ней под шапкой она может быть таким рваным краем идти так вот край ствола добралась я до него и теперь его нужно затемнить я возьму темную сепию густенько и пока у меня влажный ствол я его затемнюю с одной сторонке здесь можно добавить сполохи и получается вот он у меня растет из снега потом снег тоже можно будет проработать немножко ну вот смотрите получилось у нас елочка вполне даже без гуаши обошлась домик но мне кажется домик еще просит чуть-чуть где-то вот таких затемнений может быть и зря я но сейчас возьму я жены умбру на мне сюда как раз и выпрыгнула жены умбру таким темным темным насыщенным цветом и кое-где затемню так надо понять где вот здесь пятнышко вот здесь то есть какие-то моменты не все естественно уголочки вот здесь это не бросится глубины не хватает так рамы пусть тоже будут такие более ярко выраженные кстати говоря нужно здесь добавить каких-то таких намеков намеков на полосатость не обязательно но можно здесь и вовсе затемнить все пока оставлю заборчик сейчас у нас тоже он только на передний план выйдет беру тоненькую кисточку беру беру мою жены умбручку чуть-чуть даже себе возьму в между забором там какие-то очень плоскую кисточку темноты много поэтому я ее смело сейчас должна прорисовать но не переборщить чтобы у меня она сильно не выбивалась из общей картины мне кажется темновато до промокну по разбавленнее возьму прям наверно на ширину вот этой вот кисточки буду делать чтобы не заморачиваться не прорисовывать прямо такими отпечатками тут прям забор реальный не уйдешь отсюда это прям так здесь надо нам засветляться чтобы уйти на нет вот смотрите какая красота получается здесь снежок припорошила нижняя часть будет присутствовать здесь тоже можно выделить то что расплывалась фундамента часть ну а там возможно какой-то подземный уровень я не знаю честно говоря он не поймать непонятно мне по фотографии что-то может быть ну пусть фантазия зрителя сама докатается предоставим это есть какие-то там вещи будут тоже такие все с домиком белый гуашью мы потом все украсим у меня проблема вот с этим деревом на переднем плане потому что оно должно быть ствол светлый здесь у меня домик поэтому его делаю либо гуашевый либо никакой либо очень темный чтобы он не выбивался из общей картины с примесью гуаши так сегодня я буду гуашь гамма использовать с примесью гуашь это не значит я полностью сделала гуашевым поэтому я сейчас беру у меня он такой должен быть коричнево-фиолетовый я беру мой мою карминовую которая была уже у меня в ходу индиго который у меня есть и добавляю сюда гуаши чтобы он у меня был более кроющим так вот отсюда будет расти ствол увидите как он классно кроет ну что значит добавила гуаши так у него обязательно также должна присутствовать теневая сторона поэтому я сразу же добавляю чего тут у меня есть такого и каких-то там тут листиков никаких иголочек не будет но будут неровности различные сучки задоринки да какие-то вот вещи идущие от ствола так мне нравится этот край получился какой-то неровный можно было зарезервировать конечно то есть сделать резервом маскирующей жидкостью и потом рисовать спокойно поверх ну я маскировкой довольно редко пользуюсь чуть-чуть прозрачно все равно получился так еще один ствол они у нас уже такие дополнения к сюжету и особой нагрузки не эмоциональной никакой то еще не несут поэтому ее сильно их я не прорабатываю здесь уже почти нет гуаши в ней и какие-то еловые лапы я наверное сюда тоже пускать не буду но немного на сугробах надо показать оттенки иначе без гуаши только уже иначе уж слишком ровный снег и непонятно откуда растущие деревья поэтому я возьму сейчас нашего ультрамаринчика чуть-чуть розовинки и покажу вот этот момент сосны растут из сугроба здесь тоже выемка есть снегу небольшая сверху размываю ну вот смотрите уже интереснее получился и правдоподобнее можно еще сюда четко чего-то добавить ну и что последний штрих заключительный наконец-то это белая гуашь я возьму для нее кисточку какую-нибудь тоненькую хорошо бы синтетическую и все той же белой гуашью это у меня белил титановый от гамма я рисую не переусердствовать здесь смотрю где мне требуется снег вот здесь у меня уже снежок есть я не хочу добавлять на дальнем плане он не будет смотреться естественно потому что он там такой уже синеватым смешанный мне не хватает снега немножечко на трубе немножечко на крыше и тоненький на заборчике на заборчике тоже лежит тонкий слой снега и в общем то можно на этом остановиться гуашь не беру прям так густо я ее разбавляю чуть-чуть водички чтобы она как сметана жидкая была и добавляю снежок аккуратненько здесь тоже что-то он стер все у нас можно добавить видите как здорово аккуратно гуашь ложится на акварельный слой но не переборщить иначе будет грубо кто-то прям так пастозно кладет но я считаю когда вы рисуете в основном акварелью пастозно гуашь будет смотреться но не очень не очень будет вписываться в общую работу поэтому вот я ее развела и рисую потихонечку вот там у меня слой снега здесь пошел он по заборчику здесь недостаточно темно поэтому плохо видно здесь ну кому надо тот заметит снег здесь и вот здесь просохла у меня свой снежочек ну почему нет пульки на раме нападал у нас такой снежок легенький и все я считаю на этом надо остановиться потому что дальше уже будет мне кажется перебор могу ошибаться можно конечно посмотреть на работу попозже еще свежим взглядом но как по мне так довольно больше ничего и добавлять не нужно получилась вот такая зимняя у нас работа зимний сюжет со снегом с теплым домиком контрастным надеюсь сегодняшний урок вам понравился был полезным жду ваших работ вдохновения вам и успешного творчества